Азербайджанская сказка о муже и жене Жили по соседству Зурнач и бедный Сапожник. Однажды жена Сапожника болталась с женой Зурнача. В это время вернулся со свадьбы музыкант и принес много денег и подарков. Пришла жена Сапожника домой и говорит мужу Завтра же купишь Зурну, будешь ходить как другие мужья по свадьбам, зарабатывать деньги и получать подарки. — Ты что, жена? — отвечает бедняк. — Мне уж скоро семьдесят стукнет. Где мне на Зурне играть? — Ты что, не слыхала поговорку? Научившиеся к семидесяти играть на Зурне сыграют в могиле. — Ничего не хочу знать, — уперлась жена. — Или научись играть на Зурне, или я уйду от тебя. Видит Сапожник, что не переубедить ему упрямую жену. Пошел на базар, купил Зурну. Думал-думал старик и решил нанять барабанщика, чтобы тот заглушал его неумелую игру на Зурне. Нашел он одного такого же барабанщика, как он сам Зурнач. Говорит жена Сапожнику. — Чего же ты ждешь? Нанял барабанщика, пора по свадьбам ходить. — Куда же я пойду, если меня не приглашают? — ответил старик. — Нечего болтать. Пойди по деревням, тебя и узнают. — Откуда же людям знать, что ты Зурнач, когда ты из дома не выходишь? Ничего не оставалось старику, как взять с собой барабанщика и пойти на окраину какой-нибудь деревни. Каждый из горе-музыкантов думал, что же будет, если придется заиграть. И каждый успокаивал себя тем, что товарищ скроет своей игрой его неумения. Ведь не знал Сапожник, что не умеет играть на барабане барабанщик, а барабанщик не ведал, что Зурнач вовсе не Зурнач. Наступил вечер, когда они усталые дошли до деревни. Видят, стоит большой стог сена. Налегли на сено, чтобы отдохнуть. Немного погодя, смотрит, подошел к стогу какой-то человек. По одежке, по всему похож на сельского старосту. Староста присел за стогом и стал оглядываться по сторонам. Вскоре пришла к стогу какая-то девушка и присела рядом со старостой. Стали они любовные беседы вести. Когда мы справимся в свадьбу, спросила девушка. Если хочешь, прямо сейчас, отвечает староста. Тогда не мешка, терпения уже нет, говорит девица. Зурнач видит, дело принимает такой оборот и говорит своему товарищу. Лучшего не придумаешь. Я начну дудеть в Зурну, а ты бей барабан. Сапожник дунул, зурнул. Барабанщик ударил по барабану. Девушка испугалась. Никак здесь черти водятся, говорит. Какие черти? Им нечего делать там, где я. Это, видно, кошки в старом сене мяукают, отвечает староста. Вновь разгорелась беседа. Где ты влюбился в меня, спрашивает девица? Я видел тебя на свадьбе, ты так хорошо танцевала, что сразу же понравилось мне, отвечает староста. Ах, были бы здесь музыканты, сплясала бы я для тебя. Зурнач говорит барабанщику. Не теряй времени, брат, я задую, а ты бей. Один дует в Зурну, другой бьет по барабану. Играть того бы не умеют. Такой тут гамм начался, такой грохот. Понял староста, что дело нечистое. Подхватил девицу и был таков. Зашлись влюбленные по домам. А Зурнач и барабанщик рано проснулись и стали искать дом старосты. Нашли, постучали в ворота, вошли во двор, вежливо поздоровались. Чем могу служить, спрашивает староста? Мы пришли за платой, отвечает сапожник. За какой платой? Клянусь Аллахом, неудобно и говорить, но придется. Вчера у стога, это мы справляли вам свадьбу. Вот и пришли за платой. Староста тут же понял, что может разгореться скандал. И спрашивает. И сколько же я должен вам? Сто туменов, отвечает Зурнач. Некуда было деваться старости. Отдал он им сто туменов. Вышли Зурнач и барабанщик от старости. И начали искать дом, в котором живет девушка. Показали им добрые люди нужный дом. Повторили они и здесь все, что сказали старости. Девушка уплатила им еще сто туменов. И попросила. Братьев Зурнач, сам понимаешь, никому ни слова об этом. Не беспокойся, госпожа. Никто ничего не узнает. Зурнач отдал барабанщику половину денег и расстался с ним. Сто туменов принес он домой и отдал жене. Весть об этом дошла до соседа. Настоящего Зурнача. Всю жизнь был он музыкантом, но никогда еще столько не зарабатывал на одной свадьбе. Пришел он к сапожнику и спрашивает. Послушай, сосед. Как это тебе удалось за одну ночь заработать столько денег? Расскажи мне. Попали мы на знатную свадьбу. На такую свадьбу, куда не каждый может попасть. Называется такая свадьба соломенный. Зурнач так ничего и не понял слов сапожника и ужег себе домой. Жена мнимого музыканта очень была рада ником. Ну, муженек, этих денег нам теперь до смерти хватит. А тебе уже не надо будет играть на Зурне. Старик обрадовался этим словом жены и поймал ее на слове. Ну, старуха, запомни то, что сказала. Не вздумай потом меня снова гнать на свадьбы. Не пойду. Уговор дороже денег. Прошло 2-3 года с того времени. Жена сапожника была большой транжирой. Расстратила все деньги. Часть одолжила, часть раздарила. Ничего не осталось. Ну, муженек, ты сам убедился, как выгодно играть на свадьбах. Пора тебе снова взяться за дело. Денег-то не осталось? Нет, жена, я предупредил тебя, что никуда не пойду. Есть у меня свое сапожное дело. Лучше не надо. Жена обиделась и в тот же день, собрав свои вещи, ушла к отцу. Она думала, что муж побежит за нею. Но прошел месяц, 5 месяцев от мужа ни слуху, ни духу. Начала женщина вздыхать, грустить. Наконец послала отца к мужу, чтобы пришел и забрал ее. Я пущу ее в дом только тогда, когда она учится бороться, как пихлеваны, говорит муж своему тестью. Да что ты, отвечает тесть. Я думал, ты разумный человек, а ты говоришь такое, что и мертвого рассмешит. Жене твоей уже за 60, ей на тот свет пора, а ты хочешь, чтобы она пихлеваном стала. Что же ты, гость дорогой, в моем глазу соломинку увидел, а в своем же бревна не заметил? Что-то ты помалкивал, когда дочь твоя заставляла меня стать зурночем. А ведь мне тоже было немало лет. Понял тесть, что прав взять, вернулся домой и говорит дочери. Ты сама во всем виновата, дочь. А теперь как ушла, так и возвращайся к себе домой. Жена сапожника поняла свою ошибку и вернулась к мужу.